Сегодня будем разбирать с тобой времена. Where do you want to go? What are you reading? What time? Очень интересно. Так, ладно. Я так понимаю, этот канал смотрят в основном ребята с уровнем intermediate и выше, но давайте я просто напомню, что обычно ожидает человека, который только-только начал изучать английский. Ну, скажем, «бегиннера». Посмотрим его глазами. Вот он прошёл местоимение, выучил формы to be, I am, you are. Научился говорить «I am a driver». И тут он слышит. Чувак, вопросы в английском – это просто, ща мы тебя научим. Глагол нужно вперёд. I am a driver, am I a driver. Потом, чел, извини, я пошутил. Всё не так просто. Нужен do. I drive a car, do I drive a car. Потом, чел, извини, я снова пошутил, давай как было, всё-таки глагол вперёд. I am driving, am I driving. Вот уже в этот момент многие люди английский и забрасывают. Типа, ну шо за бред. Ну, серьёзно, логики никакой. Ну, обратите внимание, никто не жалуется на сложные времена немецкого, скажем-то. Только с английским такая история. Как вы понимаете, основная проблема с этим do – это то, что в simple tense, в утверждениях по умолчанию его нет. Но чтобы задать вопрос или, там, отрицание сделать, ты его прям должен взять и откуда-то вытащить, как фокусник этого зайца из шляпы, из воздуха. А потом тебе говорят, ну чел, вообще-то можно и через глагол связку. Ну и вот, старик Мёрфи пытался исправить ситуацию с обучением, типа, ребят, может, после связок-то сразу и будем давать continuous, чтоб два раза не вставать. И в своём, там, справочнике для elementary он, собственно, в таком порядке грамматику и подаёт. Но его, как всегда, никто не слушал. И вот эта путаница с do или с be она многих сопровождает до конца дней, серьёзно. Вот взять New English File, elementary, старый добрый, в нём есть вот такое хорошее упражнение. People in your country like animals. Типа, какой глагол ставить надо? И в итоге почти все норовят поставить там r вместо do. Честно сказать, вопрос, конечно, насущный, но… И самое интересное, английский раньше в этом плане был логичнее. При Ричарде Третьем такой херни не было. Вся эта тема со вспомогательным do называется do support. Ну или periflastic do, если хотите. В английском она закрепилась где-то с шекспировских времён. Ну, то есть с ранне-современного английского, по-нашему, e-ma-e. А до этого прекрасно могли обходиться без этой штуки. Просто двигали глагол вперёд. То есть мы реально в Present Simple могли бы спокойно задавать вопросы не do you speak English, а speak you English. Или, на худой конец, speakest thou English. Точно так же, как can you swim или sprechen sie Deutsch, просто переставляя глагол. Это называется инверсия. Но в современном английском, как видите, нам приходится с этим do зачем-то возиться. Собственно, его иногда так и именуют – dame axillary. Почему dame? Потому что он нахер нам не нужен axillary ваш. На смысл предложения он никак не влияет. Но, увы, стоит вам сказать что-нибудь типа what say you? What say you? И вас считают дремучим средневековым персонажем. Иди он со своей инверсией, там, спокойничками разговаривает, да? Желательно подревнее, там тебя нормально поймут. Ладно, насчёт этого do, откуда он взялся, чего с ним делать, по ходу видосы ещё поговорим. А сегодня вообще как поступим? Ну, наведём в этом богохульстве хоть какой-то порядок и логику. Посмотрим, по какому принципу строятся вопросы в английском, в том числе нестандартные. И, если будет время, покопаем историю, чтобы разобраться, почему всё именно так. А, да, ещё неплохо было бы самые русскоязычные косяки освятить. По ним, как всегда, тоже пройдёмся. Ладно, английский язык – так называемый язык типа SVO. Это значит, что порядок слов в нём по умолчанию subject, verb и с позволения сказать object, т.е. подлежащее глаголу дополнения. Мама мыла раму. Или Mary had a lime. Можно, кстати, даже без дополнения, просто с именной частью. Rock'n'roll is the devil's music. Чтоб такой порядок в предложении поменялся, т.е. чтоб произошла инверсия и стала не SVO, а VSO, обычно нужны веские причины. Первая причина, и самая важная, это когда нам просто нужно задать вопрос. Берём глагол и, да, блядь, тащим его на первое место. Is rock'n'roll the devil's music? Почему так? В общем, главный принцип вопросов такой – всё неизвестное мы перетаскиваем на первое место. Это важно. И здесь удобно думать, что глагол – это самая важная часть предложения. Это то, без чего предложения обычно не бывает. Ну, поэтому, кстати, мы и говорим I am a student, а не I a student. Это как знак равно в уравнении. Или, если хотите, как несущая балка предложения. И поэтому в вопросе самую показательную, самую важную часть мы ставим под сомнение. Делаем его неизвестным. А всё неизвестное мы выносим вперёд на свет божий. Так, если у вас уровень advanced либо proficient, и вы это смотрите и думаете, блядь, что за дичь, то не паникуйте, самое интересное для вас начнётся примерно вот отсюда. Сейчас договорю про базу. Ну и вот, всё немного отличается, если у нас в предложении не be, не have и не модальный, а реальный смысловой глагол. Ну, прям как он есть, да? I live, I like, I played. То есть речь о present или past simple. Хочется, конечно, здесь точно также обойтись, да, по-простому, типа he plays the guitar, plays he the guitar, но хер там плаву. Вот здесь, в вопросах, нам нужен будет do-support этот злосчастный. The one that they would make it. Берём и, ну, как имбецилы создаём из воздуха дубликат глагола под видом do, does, did и размещаем его в начале вопроса. Так, если у вас уровень beginner, и вы смотрите это и думаете, блядь, что за дичь, то не паникуйте, по мере практики и наслышности вы сможете с этим спокойно управляться. Это так, обзорный тур. А теперь то, о чём мы тут все собрались. Типы вопросов. Очень хорошо их уметь делать на автомате. Это развивает беглость лечи и чувство синтаксиса, а также укрепляет мышцы тазового дна. Вот они, типы вопросов, которые в школе проходят. Во всём этом найдём и разберём интересные детали. Да, и есть ещё дополнительные подтипы. Декларативные и эхо-вопросы – это когда инверсия нам не понадобится. И вопросы без подлежащего, скажем так. Не то чтобы совсем прям антигроматическое кощунство, но вот тот самый настоящий английский from real life. Короче, как со всем этим управляться? Ну, для чистоты эксперимента у нас два утверждения. Одно будет с простой связкой, чтобы нам удобненько было её просто туда-сюда двигать. Rock'n'roll is the devil's music. А второе – в past simple, то есть потенциально с 2-суппортом. LHO killed whom? JFK. Как вы поняли, это Ли Харби Нашосфольд и Джон Фитчеральд Кеннеди. С ними и будем делать вопросы. Самый главный и первый тип – это общий вопрос. Это вопрос, на который можно ответить «да» либо «нет». Is rock'n'roll the devil's music? Ну, тут мы просто сделали инверсию. Did LHO kill JFK? А тут ещё и do support. Помните принцип «неизвестный вперёд»? Вот здесь «неизвестный» – это сам статус глагола. Его, как несущую балку, мы ставим под сомнение. Делаем неизвестным и выносим вперёд. Самый знаменитый и расхожий вопрос такого типа – это, наверное, will you marry me? Замуж пойдёшь? Да или нет? Ну и чё ещё можно вспомнить? Is this the real life? Реально ли всё это? То есть мы ставим под вопрос всё предложение целиком. Это тоже общий вопрос. Теперь к тонкостям. Есть вот такая опция, как вы знаете. Можно прилепить к главному глаголу – отрицание. Получится «разве не»? Didn't LHO kill JFK? Разве не убил? Не все обычно вдупляют, как на такие вопросы с отрицанием нужно отвечать. Потому что, ну, как это у нас в русском делается? Rock'n'roll – это разве не музыка дьявола? И в обоих случаях мы можем ответить через слово «нет». Нет. Rock'n'roll – это не музыка дьявола. Или… Не, ну, дьявол, конечно. Ну, кого же ещё? Ладно, ну если серьёзно, по-английски на такие вопросы следует отвечать точно так же, как и на обычные. Yes, если да. И no, если нет. И звучит это слегка непривычно для нашего уха. Didn't I teach you anything? Yes! Aren't you sitting down with them? Yes, I am. Don't you usually laugh at everything? Yeah. Yes, I do. Вот это «yes» в ответ на отрицание немножко сбивает с толку. Ну, типа, ты чё, согласился с тем, что сейчас сказали, или как, а? Но принцип простой. Короче, отвечаем на негативные вопросы точно так же, как и на обычный вопрос. Yes – это плюс, no – это минус. И самое главное – точно так же можно отвечать на просто отрицание. I can't do that. Yes, you can. It's just pride. You don't even know who you are. Yes, I do. No, James, I don't want to. Yes, you do. В общем, контринтуитивно это всё как-то. Ещё есть такая штука, которая хорошо маскируется под вопрос с отрицанием. Don't you try to publish your own me? Don't you speak to me in that tone! Ну-ка, блядь. Но это, как вы понимаете, не вопрос, а победительное наклонение. А ещё к общим вопросам можно также накрутить тот самый альтернативный вопрос. Ну, тут всё просто. Предлагаем выбор из нескольких вариантов. Did LHO kill JFK or FDR? Or LBJ? Ну, то есть, кого он всё-таки убил на выбор? Франклина Рузвельта или Джонсона? Слушай, мы же это самая школа английского, да? Надо вроде как рекламу вставить. Только чтобы это коротко было и не бесило никого особо. Короче, мы тут английскому вроде учим. У нас есть три формата обучения английскому. Живая школа в Москве – это где я сейчас сижу. И два разных тренинга – Beta for Britain и The Great Oral Shift. Всё это работает онлайн из любой точки мира. А школа ещё и в живом режиме. По каждому из этих форматов вы можете записаться на безумнейшее пробное занятие. Либо взять пробное задание. В любом случае – это отвал башки. Попробуйте. Поимейте личное дело с нашими преподами. Отбирал я их лично. Это реальные спецы с хорошим лингвистическим прошлым и педагогическим настоящим. В общем, все ссылки на пробное занятие и как туда можно записаться будут в описании. Смело щёлкайте и с вами свёшься. Опа, как я быстро, да? Едем дальше. Из общего вопроса можно соорудить специальный вопрос, он же WHQuestion. Это когда нам нужно докопаться до деталей. То есть что, где, когда, как, зачем, почему. Но тут тоже работает тот же самый принцип. Всё неизвестное идёт вперёд. Прям поверх глагола и прочего. Берём общий вопрос, который мы только что намутили. А все детали, которые мы дополнительно хотим уточнить, несём в самое начало в виде вопросительного слова. И т.д. Ещё раз. Всё неизвестное, всё, что становится в нашем уравнении иксом, идёт вперёд. По этой причине, кстати, в разговорной речи вот эти предлоги остаются висеть в конце. Их вперёд никто не тащит. Что здесь может быть непривычного? Ну, иногда то, что выглядит как вопрос, на самом деле не вопрос. Это может быть заголовок статьи, например, How Science Works. В данном случае инверсия не нужна. И уж коли мы говорим про WH-слова, то есть отдельная категория вопросов с ними. Вопрос к подлежащему, он же Subject Question. Who killed JFK? What is the devil's music? Или вот более знаменитые примеры. Кто подставил кролика Роджера? Там Who wants to live forever? Who wrote that? Почему здесь нет вспомогательного, дядь? Вы на этот вопрос легко сможете ответить сами, если задумаетесь о порядке слов, о VSO и о прочем. Напишите, кстати, в комментах свою версию. Ну и вот, в качестве подлежащего можно ещё и вот эти слова брать. Здесь тоже DoSupport не нужен. How many men would sacrifice their careers for their family like you have? Which car could achieve the highest top speed? Единственное, тут как в танке, главное не перепутать подлежащее и дополнение. То есть по-нашему слово кто и слово кого, да, то есть Subject и Object. А то вопрос через Who может быть, например, и в духе Whom did LHO kill? То есть когда в уме можно Who заменить на старое доброе whom. Здесь это уже всё-таки специальный вопрос, то есть к дополнению. А подлежащее – это LHO. Но тут, значит, халявы не будет. Берём и, как миленькие, делаем DoSupport, инверсию и прочее. Или Who are you gonna call? Опять же, не кто звонят, а кому надо позвонить. В данном случае это не вопрос к подлежащему, а опять-таки специальный вопрос. Так, вы, наверное, помните, вот в этом видео я наезжал на русских переводчиков, что у них через каждые два слова там, не так ли, приятель? В разделительный вопрос, он же вопрос с хвостиком. That was your name once, wasn't it? I didn't refuse yet, did I? Основная суть такого вопроса – это утверждение плюс такой коротенький переспрос. Ну, чё, правда, что ли? Главный принцип – если в основной части утверждения, то в хвостики – отрицание. И наоборот. You did this, Tom. Didn't you? You make sandwiches, don't you? You're not gonna kill me, are you? Причём, самое главное, если в первой части есть безобидные слова типа Never, hardly, nobody, это тоже считается за отрицание. Значит, хвост в этом случае будет положительным. И если вы вдруг подумали, что вспомогательный глагол должен быть таким же, как в главной части, то необязательно. Let's talk about making babies, shall we? А иногда вообще такой хвост можно приделать к приказу. No, don't be a smartass now, will you? Don't thank me, just get these assholes, will you? Oh, shut up, will you? Это всё из школьной программы плюс-минус. Ну, как видите, тут всё так или иначе вертится вокруг инверсии. Тут нам пора избавиться от таков здравого смысла, а заодно и от учебников. Бывает так, что инверсия не нужна вообще. И вопрос мы можем задавать с помощью только, ну, грубо говоря, знака вопроса. Всё, больше ничего не нужно. You see that sign, sir? What do you want? You want the moon? You see what happens, Larry? Порядок слов будет как в утверждении. Ну, вы поняли, просто берём вопрос с хвостиком, а сам хвостик и… не употребляем. You talking to me? Когда это нужно? Например, когда что-нибудь уточняем, либо переспрашиваем. You mean I'm not white? Right now we're inside a computer program? We just told him to leave, like he needs to leave, like he's still in us. Can you leave, honey? No. And he still has… and he still has a knife? Ну и, само собой, это нужно для так называемых эхо-вопросов. Когда мы в непонятках повторяем то, что нам только что сказали. They just hit me with a sword in the back of the head. He hit you with a sword? Where's my money? Hey! You don't have money? Сто вспоминается наш друг, любитель таких вопросов. Я принесла толстячка, чтобы его дядя видел, какой он у нас хороший мальчик. Дядя? Это сын Марии. Твой сын? Думаю, воспоминания. Воспоминания? Я попросила его об одной услуге. Услуги? И уж коль мы избавились от инверсии, можем избавиться и вообще от всего личного, в том числе подлежащего и вспомогательного глаголов. Тут принцип один – меньше слов – быстрее дойдёт. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Привет, Кирли. Я не знаю, кто сегодня? Я не знаю. Я не знаю. Ты не знаю, что я не знаю? Можно выбросить вспомогательный глагол, а можно и местоимение вместе с ним. Ты слышишь самый наношенный звук в мире? Но это не только в вопросах можно делать. Я вернусь. Я здесь, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Да и тек-квешены можно по такому же принципу намусолить. Барб-б-уайер, wasn't it? Sounds good, doesn't it? Wonderful, wasn't it? Теперь про наше, родное. Точнее, скажем так, про самые русскоязычные косяки с вопросами. Ну, собственно, три смертных греха. В жизни ничего страшного. Ну, ляпнется такое. Ну да, неграмотно. Ну, вас поймут на сто процентов. А вот на экзамене может навредить. Первое. How is it called? Когда на самом деле надо бы сказать What is it called? What is it called? How — это про манеру. Это громко, тихо, грубо, нежно. А если вы забыли слово, то тут всё-таки нужно What is it called? He's a… What is it called? Второе. Всем нам очень хочется намутить инверсию в сложных предложениях и в косвенной речи. Это когда вы говорите Could you tell me what time is it? вместо Could you tell me what time it is? Или I don't know where does he live. вместо I don't know where he lives. Do you want to know What it is? And I show you how deep the rabbit hole goes? Очень часто прям так и тянет какое-нибудь бинго выбить типа I don't know how is it called. Но лучше быть осторожным. Ну и третье. How do you think вместо корректного What do you think? Но тут без комментариев. Да, при этом вы можете говорить вещи типа How do you think we should act? Но, как вы понимаете, это How относится к другой части предложения. Так чё ещё? Я тут всё записал, чтоб не забыть. Хотел ещё прогнать про малоизвестные нашей публике вопросительные фразы, которые тоже пригодятся в хозяйстве. Ща я их просто все расскажу, а вы сделаете вид, что запомнили. Come again? Повтори ещё раз. Или просто чё? What's it to you, а? Тебе какое дело? What of it? И чё? What is it now? Ну и чё? What's with you, man? What's with you? Или What's wrong with you? Ну, у нас это любят переводить как Что с тобой не так? Мразь. Но по факту это Ты чё творишь? Всё это в основном неформальный или сниженный регистр, так что на собеседование это, пожалуйста, не используйте. Ну и вот ещё пару. How so? Очень напоминает немецкое визо или русское как так. Ну, собственно, так и переводится. How so? The marriage plot has destroyed the novel. How so? И ещё немного немецкого. Есть такой удобный вопрос в американском английском What gives? В котором каждый из вас, несомненно, узнал What gives? What gives? Но значение здесь немножко другое. Типа, в чём дело? So what gives here? So what gives animals? Why didn't you ever build roads? Либо просто, там, WhatsApp. Как дела? Я Volkswagen. Штэнгенциркуль. И теперь про DoSupport, на который я гнал в самом начале. Более известный как Perifrastig Do. Да, реально, в языках, вот, родственных английскому, такого приёмчика особо нет. Ни в вопросах, ни в отрицаниях. Спрэкст ты Deutsch? Их шпрэхе нехт Deutsch. Снакер, ду ночк. Я снакер, и кеночк. Но наше родимое Do you speak English? I don't speak English. Ну вот, как видите, другие близкие языки обходятся инверсией, то есть порядком слов VSO. Как я и говорил, в английском изначально DoSupport тоже не было. Да и потом, в Middle English, и не то что прям его повсеместно так употребляли. И DoSupport в современном виде вошёл в широкое употребление только где-то в шестнадцатом веке. Вот, короче, на графике, когда он попёр в полную силу. Это всё, что отследили по книгам. Так что этот Do в вопросах и в отрицаниях – это такая чисто английская фишка. Которая английский язык от остальной германской ветви неплохо так отличает. Ну, ладно, язык Scots тоже, но и там он не всегда обязателен. И к тому же это то, что именно современный английский отличает от всех предыдущих его релизов. Ну, это далеко не единственная фишка, но одна из ключевых. Сложно сказать, почему это Do вдруг завелось, потому что, ну, сами понимаете, не было такого королевского указа единого. Так, блин, с понедельника все, блядь, начинаем говорить через Do, потому что… Ну и, скажем так, нет единого верного ответа, почему это могло произойти. Ну, реально больше вопросов, чем ответов. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чём там проблема. Ну да, я тоже не совсем, но вот основные версии, за которые рубятся учёные. Так, ну, во-первых, на ранних стадиях Middle English'a Do, Did и That, если использовался, то не так, как мы привыкли, а в качестве современного Make Somebody Do Something. То есть, если нужно было кого-то что-то заставить сделать. Это кавузатив. Хотя вот у Чосера того же уже проскакивали вот такие штуки. Очень похоже на современный вопрос. Но никто ещё тогда не понял, что это было. Ну, хули, опередил своё время. Потом, с какого-то перепугу, этот Do стал употребляться просто в утверждениях. В самых обычных. То есть уже не когда заставляли, а когда просто кто-то чё-то делал. И причём не как в наши дни, когда I do trust you – это значит, что я прямо и в самом деле тебе верю, да? Нет, тогда это было просто, без всякого усиления. Ну, типа чё, present simple, да, везде должен быть Do, даже в утверждениях. Логично. И, судя по книгам, примерно в шестнадцатом веке это перекинулось на вопросы и отрицания. Вот, пожалуйста, тут и начался современный английский, каким мы его знаем и ненавидим. А потом уже и в утверждениях Do отвалился. Ну, типа, а зачем он нужен? Остался только в эмфатических конструкциях, реально когда нужно подчеркнуть, дескать, We do need this motherfucking verb here. И, собственно, вопрос. Нахрена всё это было нужно? Если в плане грамматики, то падежи в английском к тому времени уже почти целиком отвалились. И поэтому, если ты задавал вопрос, типа, Which knight saw the king? Тут ты и не сразу поймёшь, кто кого увидел. Или чё-нибудь Like the girls? My horses. Кто кому нравится? Тоже не сразу понятно. А в отрицаниях так вообще. Если нот вклинивается между глаголом и прилежащим, I know not your brother. Тоже поди разберись, не знаю брата или знаю не брата. Но в целом и это не такие важные факторы, а важно то, что просто стало принято так говорить. То есть серьёзно, похоже на то, что служебный ду в какой-то момент стал словесным понтом. Ну то есть скажите на милост, почему у нас в XIX веке через каждые два слова там вставляли это изволить? Ах, поручик, вы вчера изволили нажраться и блевать. Но очень похоже, что примерно такая же история произошла и с ду. Только в отличие от нашего изволить, он всё-таки выжил. Хотя бы в вопросах и отрицаниях. В том числе, потому что в плане грамматики, ну, как видите, он всё-таки был нужен. Ну и самое главное. Кто-то неугомонный обратил внимание, что в соседнем валийском языке есть аналог дуса Порта. И там его используют в хост и в гриву. Хотя язык не сказать, что близкородственный. К какому выводу тут можно прийти? Ну, к единственному разумному и возможному. Иллюминаты. Так, ещё реклама. Катя Лепченко. Катя Лепченко. Иллюмината. Иллюмината.